Криминальные истории, громкие уголовные дела и запутанные расследования в эфире программа Сирена и я, Ангелина Дикун. Сегодня в выпуске. Пытался расправиться с нечистью в городе, произошло жестокое убийство. Гусиный лук смертельно опасно. В Бобруйске утонул подросток. Беспредел на дороге. Местный житель пытался продать арендный автомобиль. Убийство с особой жестокостью. Очередная новость о трагедии потрясла город на этой неделе. В одном из частных домов в районе Форштадта мужчина расправился со знакомым. Подозреваемый уверял, что тот превратился в нечисть. Опечатанный дом и пустой переулок. Кровавые разборки по этому адресу знают все местные жители. Накануне ночью здесь разворачивались события, схожие по сценарию с самым страшным фильмом ужасов. С первых минут пытаемся узнать от соседей, что все-таки здесь произошло. Одни всячески избегают камеры, другие наоборот. Охотные в красках, говорят и о случившемся, и о подозреваемом. Головуш отрубил, говорит, своему другу Женьку. Это его друг был, да? Да, друг был его. Ну что, пили-пили, да и так напили, что и на коня сели. Ему кажется, чертики бегают. Это Сергею, да, оказалось? Да. Да. Так он и так и звонил, я черту отрубил голову, говорит. А с Сергеем знакомый, чем Сергеев занимался? Какой образ жизни был? Ничем он не занимался. Он не работал нигде в последнее время. Вот так дома сидел. По данным следствия, 53-летний местный житель 8 июня ночью с 39-летним другом находился у себя дома. Мужчины действительно употребляли спиртные напитки. Потом что-то пошло не так. В ходе распития хозяин нанес знакомому множественные удары топором, от которых мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый задержан. На этих кадрах мужчина в подробностях рассказывает детали злополучной ночи. С его слов, вдруге он увидел нечисть с когтями и прочими атрибутами и точно знал, что нужно делать. Рубить голову надо. Он нежал, я рубил двумя руками. Держали двумя руками топор? Правый так, левый так. И вот рубил. Отрубить голову. В голове было отрубить голову. Отрубил. Увидел, отрубил. Все, я вот так и сел. Вот так. Я победил. Все. И потом вы что увидели? И потом сижу, свет оттуда падает, синий штаны. И тут все. Я понял, что я Женьку убил. В этот же момент мужчина схватил телефон и сам позвонил в милицию, а позже своей знакомой. Сегодня в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по чести 2 статьи 139. Убийство с особой жестокостью. Назначен ряд экспертиз. ДТП без пострадавших в Бобруйске за неделю на дорогах сотрудники ГАИ зафиксировали 7 дорожно-транспортных происшествий. По каждому сегодня ведется проверка. О последнем ЧП и факту, по которому сегодня разбираются следователи. Далее. Искореженные авто, скорая и десятки свидетелей. На кадрах этого любительского видео ДТП на улице Рокоссовского. Здесь около 22.30 дорогу не поделили Форд и ВАЗ. По предварительным данным, водитель американца при повороте налево не уступил второму участнику дорожного движения. Водителю автомобиля ВАЗ причинены телесные повреждения. Медицинская помощь оказана на месте. В госпитализации не нуждался. По факту ДТП проводится проверка. Со слов госавтоинспекторов, мужчина, вероятнее всего, отделается штрафом. В понедельник, 10 июня, этот перекресток стал эпицентром страшных событий. Под колеса автобуса угодил ребенок. В момент нашего прибытия на место около 15.00 пострадавшему оказывали первую помощь в карете скорой. На дороге образовался транспортный коллапс. Пассажиры общественного транспорта покинули троллейбусы и автобусы и долго обсуждали случившееся. Вот что удалось узнать у очевидцев. Вот мы ехали, получается, на шестом автобусе. И, получается, два несовершеннолетних ребенка переезжали по пешеходу на велосипеде. Но когда мы переезжали, уже пол автобуса переехало, они, получается, врезались к нам и упали, получается. Водитель сразу по тормозам, и малыш, видно, там под колеса попал и сломал ногу. Вот и все. Мы вышли, испугались, он орет, кричит. Но виноват по-любому, я могу сразу даже сказать, что это виноваты дети. Потому что надо было остановиться, а они прямо в автобус как врезались и упали. А возраст ребенка пострадавшего? 14 лет. Ну, как бы, так нам сказали. Они на дорогу не выехали, не ударились нам в автобус. Со скоростью. Один отскочил, ну, а этот, я не знаю, как так получилось, что он ногу сломал. Ты слышишь, только уже крик и все. Так он попал под колеса, да? Нет, никакие колеса он не попадал. Если бы он попал под колесо, вы сами знаете, что бы с ним было. Куда он не попадал. Он даже с царапины, он врезался, такой удар был сильный, и все. А скажите, пожалуйста, в результате экстренного торможения кто-то из пассажиров пострадал в автобусе? Нет, нет. Никто даже не пошатнулся. Водитель ехал медленно. Ребенка госпитализировали спустя полчаса. После происшествия движение на Советской возобновилось в привычном ритме. Вот как сегодня сотрудники госавтоинспекции комментируют это ДТП. В результате ДТП пассажиру велосипеда были причинены телесные повреждения, с которыми ребенок был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. То есть ребенку, который ехал на раме? Да, ребенку, который ехал на раме, были причинены телесные повреждения. А какие? У ребенка перелом ноги, уши в грудной клетке. Состояние ребенка медики оценивают как удовлетворительное, а сотрудники ГАИ ищут очевидцев. Ведь с их слов до сих пор неизвестно, попал ли ребенок под колеса или травму получил лишь в результате столкновения. Снова к беспределу на дорогах. В Могилеве задержан мужчина. Он подозревается в повреждении более 35 автомобилей. С 29 мая по 1 июня в Могилеве возбужден ряд уголовных дел по факту повреждения нескольких десятков автомобилей на территории города и района. Установлено, что к совершению хулиганских действий причастен 32-летний могилевчанин. Ранее судимый за кражи из автомобилей и гаражей. По данным следствия, ночью мужчина на велосипеде объезжал город и район и целенаправленно разбивал стекла у машин, отламывал зеркала. Мужчина задержан. Следователями проведена проверка показаний на месте подозреваемого, а также его опознание свидетелем. Назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. Не зная об роду, в республике за неделю утонуло больше 20 человек, в том числе несовершеннолетние. В Бобруйск тоже в сводках. 11 июня Березина унесла жизнь подростка. Все произошло около 16.00. Именно тогда на номер спасателям позвонили отдыхающие на пляже, где купание запрещено. Именно там, на гусином лугу, ежегодно гибнут люди. Именно там находилась компания подростков. Со слов очевидцев, они прыгали в воду. В какой-то момент один из них нырнул и не всплыл. Что могло произойти, предполагают специалисты. Основные такие понятия для купания, это если вы находитесь на солнце, в воду прыгать нельзя. Потому что могут произойти спазм сосудов, то есть человек может потерять сознание. Плюс, прыгая в воду, ты не знаешь, что там находится. Можно повредить, если ногами, ногу, если головой, можно сломать шею. Очень часто это происходит. Поэтому мы не знаем, что с этим мальчиком, как он там прыгал и что с ним случилось. Водолазы уже почти сутки обследуют русло реки. Мальчика до сих пор не обнаружили. Работу затрудняет высокая температура над водой и условия плохой видимости даже на малой глубине. Беда на воде произошла в эти дни в Кобринском районе и Микошевичах. Там утонули дети. По данным следствия, 9 июня на озере в Кобринском районе 6-летний мальчик отдыхал вместе с членами семьи. В какой-то момент ребенок пропал из виду. Взрослые обратились за помощью к спасателям. Чуть позже водолазы обнаружили тело мальчика на дне водоема. Вечером 10 июня в Микошевичах пропал 5-летний мальчик. Мать оставила его под присмотром своей двоюродной сестры. Родственница вместе с двумя подругами пошли к водоему, взяв мальчика с собой. Женщины не контролировали ребенка. Результат – утопление. В 20.40 тело малыша нашли в воде. По фактам гибели следствие проводят проверки. Сотрудники Департамента финансовых расследований раскрыли очередную серую схему частника с 2018 по 2019 год. На территории Бобруйска работало производство по изготовлению резиновой крошки. Без лицензии. 35-летний управляющий частного предприятия руководил заготовкой изношенных покрышек и последующей их переработкой в резиновую крошку. Но почему-то делал это без разрешения Минприроды. Дальше крошку продавали сторонним организациям для производства резиновых ковриков и покрытия для беговых дорожек. Было установлено, что управляющие предприятия в связи с отказом лицензирующего органа в выдаче специального разрешения лицензии принял решение заниматься данным видом деятельности и для того, чтобы каким-то образом возместить причиненные затраты, которые организация понесла при закупке оборудования, также при наладке данного оборудования и непосредственно тех затрат, которые участвуют в процессе производства данной продукции. Проверка показала, предприятие смогло реализовать резиновую крошку на сумму 125 тысяч рублей. Но статья затрат превысила ожидания. Как итог – нулевой доход. В отношении управляющего был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.7 КОАП Республики Беларусь. Максимальный штраф, согласно санкции статьи, для юридического лица – до 500 базовых. В настоящее время материалы дела направлены в экономический суд Могилевской области для рассмотрения. То есть деятельность приостановлена, но вот сейчас при выезде на месте, на место что вы обнаружили? То есть ведется ли производственная работа? При выезде на место было обнаружено, что работы не ведутся, организация меняет свой юридический адрес, и поэтому хочет или планирует перевезти оборудование, переместиться, а также то сырье, которое было ими приобретено еще на начальной стадии. Мерседес по выгодной цене. Бобруйчанину за продажу авто грозит солидный срок. Почему? Расскажем далее. Известно, что 31-летний местный житель взял на прокат автомобиль в Минске стоимостью 32 тысячи рублей и хотел сдавать в аренду в Бобруйске, но не вышло. Тогда появился другой план – выгодно продать Мерседес. Мужчина разместил объявление о продаже арендного автомобиля в интернете. Покупатель нашелся немедленно, так как машину подозреваемый оценил в 5 тысяч долларов. Владелец автомобиля, обнаружив, что его автомобиль выставлен на продажу в интернете, обратился в правоохранительные органы. Подозреваемый задержан машину вернули хозяину. В отношении Бобруйчанина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 211 Уголовного кодекса за присвоение имущества в особо крупном размере. В худшем случае ему грозит до 12 лет с конфискацией. Если вы стали очевидцем резонансного происшествия, присылайте свои видео на номер 115-19-00, код 029. На сегодня это все. Берегите себя. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин